Всем привет! Нахожусь в квартире 29 квадратных метров. В этой квартире перегородок нет. Ну и сами можете это все наблюдать. Просто заштукатурили все стены. Ну конечно перед этим заармировали, загрунтовали, сделали откосы. И вот даже санузел, стена, вот эта перегородка, она здесь была. Когда первый раз встречался с заказчиками, ее не было. Почему она появилась? Потому что кто-то из жильцов, это два дома, Лилихаммер и Солтай Сити, заметил в договоре, что должна быть застройщика перегородка. И все, пришел застройщику это все исправлять. Санузел здесь стандартный, обычный, совмещенный. Немножко здесь его подтопили были. Здесь 14 этаж, а на 16-м был затоп. И не повезло человеку с 15-го этажа. У него уже ремонт был готов, потолки сделаны, стены. И его подтопили. Не знаю, как они там разобрались с этим. По поводу перегородок в самой квартире. Сейчас здесь их нету, но в будущем они будут. И не из блоков, а из гипсокартона. Почему так решили сделать? Во-первых, потому что блоки занимают много места. И решили сэкономить в толщине. И это получится с двух сторон по 20 миллиметров. Итого, для такой квартиры это вполне таки нормальный кусок. Можно сэкономить. Перегородка будет идти в этом месте. Уходить туда. Здесь будет небольшой коридор. Сразу заходим в кухню. Гостиная небольшая с выходом на балкон. И, кстати, здесь два балкона. Один закрытый, второй открытый. Тоже очень неплохо. Это у нас балкон закрытый. Там открытый. Но это тоже входит все в квадратуру. В принципе, мне такая квартирка нравится. Сюда не нужно много дверей, много мебели. Кухня, кровать. В гостиную, кстати, можно и диван будет поставить. К примеру, здесь телевизор напротив. То, что нужно. Выход есть на балкон из комнаты, из гостиной, из кухни. Сейчас предстоит поработать электрику и сантехнику. Вот недельку пускай все просыхает. Смотрите, здесь прямо видно, что оно еще. Просто влаги много здесь. Где-то места просохли. Но сейчас даже ради любопытства посмотрю какая влажность квартиры. Так, влажность 46 процентов. В принципе, немного. Ну, во-первых, потому что окно на проветривание всегда открыто. 48 процентов. 48 процентов. Когда штукатурим, полностью идет процесс, влажность держится почти всегда 100 процентов. Тогда самое идет просыхание стен и влаги здесь просто вот на окнах образуется конденсат. И еще посмотрим саму квартиру, ее размеры. Самая длинная часть это 5 метров 81 сантиметр. В принципе, это немало, я бы сказал. 5 метров, вот почти 6 метров. Ширину 5 метров 45 сантиметр. Ага, 45 миллиметров. 5 метров. Тоже неплохо. Интересно посмотреть геометрию еще. С одной стороны 5 метров 46 миллиметров. С другой 5 метров 44 миллиметра. Ну, я бы сказал геометрия просто то, что нужно. Разница пару миллиметров. Отлично. Ну, и по высоте еще. Здесь залита черновая стенжка. 2739 миллиметров. Это с одной стороны. 2739. 2731. Это разница 8 миллиметров. Ну, а здесь потолок, он черновой. Это монолитное перекрытие. Поэтому, может быть, там немного плясать. Может быть, сама стяжка. 2738 миллиметров. Ну, вот разница 7-8 миллиметров. Ну, а это как бы нормально. Норма, можно сказать. Потолки будут натяжные. На стенах обои. Может быть, где-то какой-то участок под покраску. Пока неизвестно. Нужно будет смонтировать вентиляцию. Ну, и в санузлах плитка. Плитка, скорее всего, крупноформатная. Ванная. Инсталляция. Стиральная машина. Ну, и здесь заказчики уже все продумали. У нас восстановилась погодка. Я бы сказал, даже за сильную. Температура. Вот сегодня 24 градуса. Она-то в тени. А вчера было 27-28. Жарко. А здесь вот в доме прохладно. Особенно мне нравится, когда около лифта там вообще как будто работает кондиционер. И вот минус таких больших окон это в том, что прогревается квартира, становится как теплица. Ну, кому интересно, смотрите. И вы увидите весь процесс ремонта. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok